Сегодня хочу вас познакомить с еще одной оснасткой для утиных чучел. Напомню, предыдущая оснастка у нас был крюк, очень простой в использовании и удобный. Следующая оснастка у нас называется дергач, так называемый. Сразу хочу сказать, что осенью я с такой оснасткой ни разу не охотился, но весной с такой оснасткой охотился. Только более примитивная была такая, но я могу сказать, что она очень хорошо работает. Ну тут в принципе понятно, дергач придает нескольким чучелам движение, то есть они двигают, сплавают туда-сюда. Естественно, это реалистичнее смотрится и утка более-менее ведется, особенно весеннее. Не знаю, как у нас сегодня получится, потому что снег валит, валит и валит. А нам еще надо как-то до дома лодку поднять, чтобы не получилось, как в том году, тащить ее на себе. Так вот, из чего состоит оснастка? Мотовельцы, то есть здесь веревка и рядом резинок, которые прикрепляются к чучелам. То есть у дергача есть два вида оснастки самой. То есть это прямолинейные, четыре, сколько там будет, раз-два, да, четыре чучела будут двигаться. Прямолинейные и квадратом. То есть тоже будет таким неким ромбиком, они будут друг за другом четыре штуки плыть. Все возможно сделать самостоятельно, вручную. Все это делается. Но у кого руки растут не оттуда, и он это признает, или у кого-то нет времени, просто тупо нет времени этим заниматься, места нету, где этим заниматься, можно приобрести. Ссылка в описании всегда. Вот. Одна из оснасток у нас такой крест. Тоже все сюда привязывается. Ну, сейчас я продемонстрирую это в деле, как это происходит. Так, мотовильцу показал. И самое главное, тоже мотовильца в виде груза. Килограмма полтора, наверное, весит. Может быть килограмм. Тоже с резинкой основной, которая будет придавать движение. Все аккуратно складывается. Вот основная часть, это все, скорее всего, примыкается. Не, скорее всего, примыкается. К основному мотовильцу с веревкой. Сейчас мы отлываем на лодке. Там ветер, я не стал там сразу снимать. Это можно, в принципе, и кинуть, она размотается. Но мне все равно здесь в камыш маскироваться. Мне это не надо. Я сейчас просто это на веслах отгребу. Загружу на дно. И на веслах ее начну натягивать. Ну, и принцип резинки рыболовной. Тот же самый принцип. Вот и все. Тащить нам ее придется далеко. Вроде все рассказал, вроде все показал. Все предельно просто. Но очень классно. Для того, чтобы чучело играло, резинка специально сделана потолще, попрочнее. И пристегиваем вот за вот эту вот проушину. Раз. Ну, или можно привязать за переднюю часть, чтобы ее крутило, когда вы дергаете туда-сюда. Вот так это работает. Одному снимать, конечно, тяжело. Вот они, четыре уточки на водоеме. Я сейчас максимально их себе подтащил. И отпускаем моментом облета утки. И все, и они в движении. Все предельно просто. Ну, и следующий способ. То же самое в линейку. Сейчас покажу. В линию они дадут. Вот этот крест убираем. Просто крест удобный, когда и линию можно сделать, и крест, когда у вас стая большая. И второй вариант в ряд, в линию. Вот я сейчас их к себе подтащил. Блин, камыши не мешают. И вот сейчас потихонечку отпускаем. Все, и поплыли они друг за дружкой. Раз, остановились. Я ведь летел. Вот опять так же. Вот они плывут. Развернулись. Пошли. И волну хорошую пускают. И разрез, как будто бы они плывут. Вот он по-настоящему. Прикольно. Еще это вокруг чучел, основных, стоящих. Это очень смотрится живенько. Ну, вот такая вот хитрость для охоты на уток с чучелами. Очень, очень классная штука. Еще раз говорю. Ссылка в описании. Надеюсь, был полезен. Всем пока.